Добро пожаловать! Сегодня выйдет довольно необычное видео для данного канала. Как вы можете понять из названия и видеоряда, посвящено оно игре Burnout Revenge, а конкретно версии для PS2, так как есть версии на PSP и Xbox 360. Проходя эту игру, я захотел пройти её на 100%, выбив все особые условия на картах и так называемые signature takedowns. Но с некоторыми возникли проблемы. На каждой карте, коих в игре 8, их существует по 3 штуки, то есть всего 24. И если часть из них вполне очевидны, то некоторые совершенно непонятны. И в самой игре никаких подсказок, кроме названий, нет. Ну, в переведенной пиратами версии, хотя тут перевод жопа полная. В оригинале подсказки есть, но дают лишь намёки, где можно получить takedown. Усложняет всё то, что некоторые манёвры выполняются только на конкретных вариантах трассы, коих может быть от двух и более видов. Ну, скорее два. Поиск в интернете навёл меня на фанатскую вики, но, во-первых, она на английском языке, что тоже может доставить некоторые трудности. А во-вторых, даже с этими подсказками не всегда можно понять, где конкретно находится место для выполнения опасного манёвра. Поиск по ютубу результат тоже не сильно давал. Максимум можно найти несколько штук, или смотри полное прохождение у каких-либо летсплейщиков. Такое себе удовольствие смотреть 20 часов ради определённого момента. Но пришлось. В итоге я пришёл к выводу. Ты не сделаешь, никто не сделает. Поэтому данное видео является гайдом по получению всех Signature takedowns. Первая карта – Sunshine Keys, или как у нас перевели «Солнечные ключи». Данная карта представляет собой аллюзию на восточное побережье США, а именно Майами. На ней следующее – обломки. Bay, или страйк в оригинале. Фишка дня, или catch of the day. И ослабевший и беспорядочный, или sunk and disorderly. Начнём с первого. Для меня оказалось одной из самых сложных и неочевидных. Описание. Переулок с вывеской боулинга у среза рядом с линией старта. Его можно увидеть с неоновым шаром для боулинга и кеглями. Но данное здание чётко видно только в реверсе карты. Просто размажьте соперника от перила и выбейте страйк. Пристань для яхт. Длинный срез с тротуаром параллельно главной дороге, что находится с другой стороны мостов относительно линии старта. Выезжаем. Разбиваем тачку примерно здесь. И опасный манёвр ваш. Далее ослабевший и беспорядочный. Находится между строительной площадкой и пристанью для яхт. Когда будете проезжать склад лодок, вмещающий несколько этажей лодок по обе стороны трассы, направьте автомобиль противника прямо в них. Далее идёт Мотор Сити. Типичный такой Детройт. На нём можно выбить следующие тэкдауны. Аллея Ой. На перевод. Или Оли Упс в оригинале. Журавль в горле. Или Крейн Инзенек. И серийная колонна. Сериал Пилор. Два последних можно выбить только на расширенном варианте трассы. Оли Упс. Одно из самых простых. Здесь нужно разбить соперника о два переулка с платформами для прыжка вдоль основного участка трассы. Журавль в горле. Ещё одна жертва кривого перевода. Два огромных красных крана расположены в доках у шоссе с выездом на автострату. Они стоят посреди дороги. Бортоните соперника в одну из опор. А вот с колоннами будет посложнее. На шоссе по обе стороны есть въезд на автостраду. Проигнорируйте его и увидите лабиринт из колонн снизу. Сам тэкдаун довольно-таки очевидный. Но соперники любят ехать по верхней части автострады. И может быть ситуация, когда вы проехали под колоннами совершенно один. Вернуться тоже нельзя. Если попытаетесь это сделать, то довольно скоро столкнётесь с красной стеной, ограждающей пройденный отрезок пути. Следующая карта. Долина Ангела или Энджело Уэлли. Думаю, название говорит само за себя. И вдохновением был знаменитый Город Ангелов. Цели на данной трассе такие. Сбить с трассы или Take Out Take Down. Terminated или Закончился. И из выгребной ямы. Или Taking Out the Trash. Для того, чтобы получить тэкдаун сбить с трассы, нужно разбить соперника в гигантский знак бургера. Знак расположен с правой стороны дороги после заправки. Попасть по нему будет непросто. А если гонка проходит в другую сторону, то заметить данную вывеску практически невозможно. Для следующего знака отличия съезжаем в водосток, что идёт параллельно шоссе в качестве среза. Что дальше делать? Думаю, очевидно. Из выгребной ямы. Нужно заставить врезаться врага в мусорный бак в срезе в закоулке. По идее. У меня получилось выбить тэкдаун, просто разбив автомобиль соперника в данном переволке. Long Peak или Одинокий мыс. Представляет собой... Наверное, канадские дороги с прилегающими к ним трейлерными парками. Здесь вы найдёте следующий асигнатор тэкдаунс. Древесина или Lumber Party. На рельсах или Derailed. И авария фургона или Trailer Crash. Довольно-таки говорящие названия. Чтобы превратить соперника в древесину, нужно обортануть его в лесопилочную технику между лесной дорогой и дорогой на склоне холма. Чтобы отправить соперника на рельсы, бортаните противника в стену возле старой железной дороги вдоль среза, сразу рядом с линией старта. Ну и бортаните противника в авторецепт внутри стоянки домов на колёсах. И авария фургона ваша. Полпути позади. Переходим в Eternal City или Вечный Город. И вот мы перебираемся за условный океан. В улочки, навеянные итальянской романтикой и древнеримской архитектурой. Опасные манёвры на данной карте. Действия сверху или Elevated Action. Arch Enemies или Окружить соперников. И глядя прямо в глаза. Stairs in the Ice. Первый тэкдаун на этой карте находится в срезке, что представляет собой лестницу рядом с трассой над дорогой. Въезжаем наверх. Разбиваем. И едем дальше. Для того, чтобы выбить Arch Enemies, нужно обортануть врага в арочные проезды. На карте их несколько. Одни между конструкцией с колоннами и срезом, как в данном ролике. А другие у линии старта рядом с кафе. По обеим сторонам на длинной трассе. Думаю, вы не пропустите. Следующий тэкдаун идёт практически перед самым первым. На длинной лестнице. Бортоните соперника в середину ступеней. У самой верхушки всей лестницы. Идём дальше. White Mountain или Белая гора. Думаю, что прототипом данной карты были Альпы с их узкими и извилистыми дорогами. Для меня это была самая сложная карта. Впрочем, обо всём по порядку. Нужно выполнить такие оболомки. Клиффхэнгер. Или захватывающий сюжет. Вне графика или Rock the Clock. И мост. Просто мост. Хотя в оригинале Bridge Out. Наверное, переводчики не знали, что такое Out. Итак. Захватывающий сюжет. Его я выбивал дольше всех. Нужно бортонуть противника с края утёса. Среза параллельно открытому туннелю, что идёт сразу после линии старта. И сделать это было непросто. А если учесть, что с обратной стороны от линии старта тоже есть утёсы и туннель, очень неочевидное место. Зато оставшиеся опасные манёвры вполне просты. Вне графика. Нужно разбить противника возле въезда в башню с часами, что идёт в виде срезки в центральной части деревни, у подножья Белой горы. И мост. Это просто мост. Бортоните противника в разрушенной части моста на горе. Где по обе стороны есть ещё трамплин для преодоления этого повреждённого участка. Осталось совсем чуть-чуть. Мы попадаем в азиатский город, явно вдохновлённый Китаем. Central Road или Центральный путь. Здесь нужно выбить такие манёвры. Склад или Депотлитян. Замечательно. Или Трамоплины. И Энтожи Дрэгон. Или Открыть Дракона. Да. Именно открыть. Не войти. Склад. Хотя точнее сказать автобусный парк. Вот так становится яснее, ведь да? Бортоните соперников данный срез в куче припаркованных автобусов. И дело с концом. Далее. Замечательно. Бортоните противников в одну из остановок трамвайных путей вдоль главной улицы. Можно выбить буквально у линии старта. И чтобы открыть Дракона, просто обратите противников в стену в районе переулка с большим неоновым драконом по обе стороны этого переулка. Ну и наконец последняя карта. Это Истерн Бэй или Восточная Бухта. Тут явная аллюзия на ночные японские автострады. И последние Миссик Нейтшер Тэкдаунс будут Место Разрушения или Дестракшн Сайт. Да, мне кажется, что все тэкдауны это то еще Место Разрушения. Круто Повернул или Хайр Пинт. И Пидестал Силы или Пилар Оф Штрэнг. Место Разрушений. Строительная площадка вдоль шоссе. Ее сложно прошляпить, но можно, если постоянно срезать. Оппонента в стену, и это место действительно превращается в Место Разрушения. Ой. Чтобы получить Игнатшер Тэкдаунс Круто Повернул, нужно бортануть соперника в стену на крутом повороте к короткой версии трассы. И последний обломок на сегодня. Это Пьедестал Силы. Бортаните соперника в одну из опор монорельсовой дороги посреди трассы. Легко пропустить, так как не очевидно, что эти колонны поддерживают монорельс. Но сами колонны намекают на то, что туда нужно впечатать соперника. И все. Все 24 маневра у вас в кармане. При подготовке данного видео мне помог Евген. Ссылку на его канал я оставлю в описании под роликом. Евген часто устраивает стримы с переводами игр и просмотрами фильмов в ВХС-озвучке. Также мне помогала Sweet Rabbit. Для тех, кто впервые на этом канале, можете глянуть и другие видео. Буду благодарен лайку, комментарию, подписке и колоколу. Спасибо вам за просмотр. Если будет интересно, то на еще одном моем канале есть лонгплей данной игры. Хотя ютуб нещадно пережал те записи. Если получится, то я попробую исправить этот момент. Ссылка на плейлист и не только на него в описании под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok